Всем доброго бодрого утра, мы на даче, едем в город, надо делать дела. У меня, по-моему, 5 или 6 посылок, которые надо отправить девочкам моим, участницам марафона в инстаграм. Мам, давай? Давай, мы едем еще в Тимке за хот-вилсом, но нам надо... Пусть у тебя за хот-вилсом, а то мы берем. За хот-вилсом, потом на почту. Ну ладно, договоришь, мама? Да, договорились, мы едем за хот-вилсом, потому что они продаются в ленте, а мне еще надо купить хлеб. И что-то еще я хотела. Я все хочу футбук снять, нет, кукбук, ну, в общем, пройду. И в аптеку нам надо заехать, я делала огромный заказ в аптеке, но, конечно, что-то дозабыла. Как обычно это со мной бывает. Я не могу сразу все заказать, и вот едем в аптеку докупать, что там надо. Что в Москве забыли, потому что я еще в Москве куча всего забыла. И поедем какое-нибудь видео мое загрузим на мой канал. Как я ненавижу эти палатки. Вот мы застряли опять. Смотрите, какая у нас аптека тут крутая. Да, смотрите, какая аптека крутая. Тим, смотри, здесь детский уголок есть. Да, может поиграть. Спрашивайте, где покупать фунчозу. Вот где все китайское стоит. Здесь есть соусы. И смотрите, кстати, это вот в ленте. И вот здесь вот есть бальзамик, очень классный. Молоко, кокос, за 228 и за 166. Смотрите, еще есть овсяная, кукурузная, ржаная мука. Ой, Тима, набрал, набрал. На самом деле в каждом магазине можно найти кучу полезных продуктов и недорогих. Если хотите, я покажу в магазин, потому что мне говорят, вот, правильное питание, это очень дорого. Когда ты покупаешь там всякая курочка, картошечка, это типа дешево. А когда ты покупаешь всякие кино, а и все, это дорого. Да, но можно покупать гречку из стручковой ухо-соль. Можно покупать сезонные фрукты, овощи. Можно делать очень вкусные блюда из капусты. Например, недорогой. Поэтому все зависит от твоих желаний. Неправильно тоже можно только питать. Смотрите, вот эти все пакеты, это я буду отправлять. Тим, я тут уже друзей на почте нашел. Ну что, мы доехали до дома, и теперь я вам по-свойски расскажу, как это нужно пить. Это цитросепт. Можно купить у нас в любой аптеке. Спрашивайте у меня, где найти аналоги, средства iHerb, если вот что-то срочно случилось. Вот вам один из них. Это жидкий экстракт семян грейпфрута. Что может быть натуральнее, да, семена грейпфрута. Это экстракт из них. Флавоноиды и витамин С. И все. Вот он, этот экстракт. Он поддерживает иммунитет, помогает бороться с болезнями. Плюс к этому огромный, что он подходит и детям, и взрослым. Не пугаемся. Это не химическая лаборатория. Просто рассказываю, как пить. Экстракт надо растворять в воде обязательно не горячий, чтобы он не потерял своих свойств. И он горький. Как мне кажется и все лекарства, которые работают, да. Ну, по крайней мере, в моем случае это вызывает какое-то доверие. И что я буду делать? Я буду растворять в воде сначала мед и потом добавлять туда экстракт, чтобы он не был горький. И такой же лайфхак здорово работать с детьми. Они пьют сладкую водичку, а не горькую и не боятся потом принимать его. Итак, я растворила мед в водичке. Не до конца, но мне не принципиально. Детям советую растворять. Себе я добавляю для профилактики 30 капель. Детям от 3 лет по 5 капель. Либо, если заболел, одна капля на килограмм веса идет. Все это перемешиваю и сейчас буду пить. Я всегда еще потом заедаю медом, потому что горько, реально. Чтобы вы потом не говорили, Аня, ты посоветовала, а оказалась горьким. Это горькое, но реально работает. Вы могли у меня еще видеть это во влогах давным-давно. Кто меня смотрит давно, тот уже наверняка знает. И вот, в общем, я умудрилась заболеть, видимо, со всеми своими разъездами. Я немножко иммунитет свой подсадила и заработала насморк. Но теперь зато быстро выкарабкаюсь и буду дальше радовать. Надеюсь, что радовать вас новыми видео. Ну и, конечно, не за горами садик. Я надеюсь, конечно, что в этом году у нас обойдется без всяких соплей и болячек. Я ребенка закаляю, я его контролирую, его питание. Мы много гуляем. На даче его вывезла для того, чтобы, конечно, укрепить иммунитет. Но на всякий случай у нас уже есть цитросепт. И помните, всегда я говорю, всегда. Говорят, Аня, ты любишь всякие добавочки натуральные? Да, лучше натуральные добавки, чем каких-то флоферонов понакупить, антибиотиками закинуться. Лучше, знаете, я дам вот экстракт семян и буду успокоена, что я никакую химозу ребенку не дала. Ну и, конечно же, иммунитет у нас начинается с питания, закаливания, прогулок и вообще здорового образа жизни. Без этого никакие таблеточки работать не будут. Либо будут, но очень ненадолгий срок. Поэтому следим, в первую очередь, за правильным образом жизни. И детей, и настраиваем, и себя, и вообще всех вокруг. О, мои ребята собрались. Тимка, Тимка, а что ты тут делаешь? Смородину? А что? А это что такое? Ягодка. Ягодка, называется смородина. Красная, спелая, красивая, вкусная. Вот, скажи, я села ужинать, да? Кислую съела, а ты ешь только красненькие. Вот, которые маленькие, желтенькие, их не ешь. А вот такие вот красные, красивущие. Да и мне. Вот это. Я в детстве, кстати, тоже любила красную смородину. Когда выросла, полюбила черная, да. Можно красная? Красная. Можно ее взять? Можно, конечно. Я хочу показать размер нашей черной смородины, смотрите. Мне кажется, она огромная и очень-очень сладкая. Смотрите, какая красота, вкуснота. А некоторые ветки под весом аж упали. Долго говорить не буду, будем готовить с вами блинчики без яйца и без молока. А, ну, с глютеном. Итак, вот наш комплект для блинчиков. Нам понадобится одна чашка муки. Я взяла мука полбина, целезеленовая. И смесь без глютена. Белый хлеб. У них много разных смесей без глютена. Я беру всегда разные, какая есть. Водили для диабетиков продаются. Значит, нам одна чашка холодной воды, две трети теплой. Сода. Сода, сахар, подсолнечное масло. Сода, щепотку сахара, одна столовая ложка, одна столовая ложка масла. Все это мы сейчас будем смешивать. Сразу смешали все сухие ингредиенты и добавили водички. Сейчас блендером дзюк. Плита на 600 градусов. Разогревается даже, знаете, на 800. Поставлю и буду сейчас выпекать. Вот, смотрите, какой блинчик у нас тут жарится. Ну вот, я намешала то же самое с ржаной мукой. Смотрите, какие дырочки пахнут. Получаются они вот такие коричневенькие и достаточно тоненькие. Смотрите. Конечно, не такие тоненькие, как с яичком, но тоже неплохо. Но у меня сковородки еще не очень хорошие. У нас, кстати, капуста созрела, цукини. Я хочу пасту из него сырую сделать. И вот я делаю такие драники с кабачком. Один большой кабачок и две маленькие картошки. Вот такие вот. Это для меня. И мука. Вот такой у меня будет вкусный ужин. Получились очень нежные. Получились как кабачковые оладушки, только чуть потверже, как я люблю. Не такие мягенькие. Без яичка как раз. У нас тут жара. Мы собрали всех детей. Будем играть в водяные бомбочки. Пойдем покажу песочницу. У меня тут такой сладкий малышкин. Не малышкин. Кажется, тебе два с половиной года. Уже взрослая. По сравнению со слонятами теми. А там вот большие прыгают. Больши. Они там сами. А здесь я смотрю за Сонечкой. И за Декстером. Еее, меня поймали. Хватили? Нет, давайте. Поймали, схватили меня. У меня Дани два ущика. А что? Я туда не полезу. Нет, ребят, я не полезу с вами прыгать. Вот в такие моменты я жалею, что у меня не трое погодок. Вот Дани 5,5. Ему 3,5. Сонечке 2,5. Там два года у каждого получают. Ну, вот у Тима и Соня один год. Но расти этих, конечно, непросто. А вот когда уже выросшие, уже прикольно, что они все вместе. Я их вот так вот к себе забираю. Они играются до обеда. Потом всех развожу. Обедная, мы спать. И потом выходим мы только часов в 5 вечера уже, когда жара спадает. Поэтому я как раз, получается, загораю на таком легком солнце. Но я в тенечке, если честно. Мне на жаре как-то не очень. Вот, смотрите, как прыгают. Один прыгает, другой там болтается, как сосиска. А эти сонечка на все. А-а-а! А-а-а! Ну, вот и все на сегодняшний влог. Надеюсь, он вам понравился. Такой домашний дачный. Что показываете домашнего, вы можете мне написать. Я обязательно покажу побольше рецептиков. Может быть, уборку. Мне, кстати, пора уже убраться. Я жду ваших комментариев и лайков. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч! Я пошла эту компашку собирать в кучку.